Всем привет! С вами Айка и горячие бутерброды, мои любимые. Также здесь у нас голубцы, авокадо, такой небольшой сок и прекрасный мукпанк. Прекрасное настроение. Целый час делала макияж. У меня просто заряжалась камера. Я забыла вчера ее зарядить. Поэтому у меня было достаточно времени. Параллельно смотрела Дом 2. У меня плюс-минус все подружки, все знакомые. Все смотрят турецкие сериалы, а я смотрю Дом 2. Одно время я перестала смотреть, а сейчас опять. После того, как Тигран вернулся на проект, после этого я смотрю. Потому что я смотрела их, когда была совсем маленькая, когда у них только зарождалась семья. Ну, в общем, кто не смотрит Дом 2, наверное, диалог вообще неинтересен будет вам. Что я могу сказать? Одно время я перестала вообще смотреть Дом 2. Вот некоторые пишут, что типа Дом 2 по сценарию. Но я не согласна. Потому что там рожают детей, женятся, ипотеки. А то бы согласились по сценарию родить ребенка от кого-то. Я уверена, что нет. Там есть пара участников, которые прям раздувают скандалы из пальца, лишь бы их показали в эфире. Такие моменты я просто перекручиваю. Так как смотрю в Ютьюбе, такая возможность есть. Например, крашу и смотрю Дом 2. Вообще, если честно, мне кажется, Дом 2 смотрят по большей части люди очень токсичные, злые. Недовольные своей жизнью. Я в их числе. А мукбанки, например, мне кажется, наоборот. Люди, которым неинтересны вот эти склоки, скандалы. Люди, довольные своей жизнью. Это можно понять просто по комментариям даже. Редко у мукбанкера вы можете увидеть кучу негативных комментариев. Как только открываешь комментарии там какого-то выпуска Дома 2. Такое ощущение, что просто все зрители ненавидят всех участников. Обожаю горячие бутерброды. Уронила авокадо. Уронила авокадо. Вообще, иногда прям явно видно, что прям придумывают скандалы участники. Вот я помню, когда я была маленькая, мне было лет 13, я смотрела Дом 2. И реально было настолько интересно. Я бы начала задуматься о том, что сейчас просто появилось очень много материала того, чего можно посмотреть. Именно поэтому уже такие проекты не пользуются спросом. Но я начала смотреть старые серии. Старые серии до сих пор. Мне интересно смотреть. У меня подруга постоянно мне говорит, почему ты не смотришь турецкие сериалы. Это безумно интересно. Вот именно поэтому я не смотрю турецкие сериалы. Сирия очень длинная. Это просто сколько времени надо потратить, чтобы смотреть каждую серию. Это как зависимость. Я так однажды начала смотреть Ривердейл. Когда его уже показали, и все серии уже готовы были в доступе. Это просто с утра до вечера. Я просто сидела и смотрела Ривердейл. Нужно снимать контент, нужно работать. У меня такой характер трудоголика, наверное. Если я, например, 4 часа буду смотреть какой-то сериал, после 4 часов я просто начинаю себя корить, что Айка, ты могла зайти 4 часа снять какой-то материал. Могла бы снять мукбанг. Я элементарно, когда была в деревне, я снимала только влоги. Когда я приехала, я прям себя конкретно ругала, что я не снимала мукбанги, я прям расслабилась, 3 дня ничего не делала. Может, это неправильно, но в любом случае вот так. Вообще, мне кажется, в Азербайджане как-то к блогерам относятся не так хорошо, не так уважительно, как в России, например, или в других странах. И блогеры намного проще, мне кажется. Блогер, например, с большой аудиторией может просто начать снимать видео с девочкой, у которой совсем небольшая аудитория. Я, например, ТикТок сняла. Не сейчас давно это было. под Азербайджанскую песню мне этот певец сразу написал. Ой, спасибо, вы сняли ТикТок с моей песни. Может, мне кажется, но у нас блогеры максимально такие простые. Обожаю авокадо. Возможно, у звезды в России это увеличено другого уровня. Возможно. Но меня подкупает эта простота. Мне это очень нравится. видела видео. Как в Турции люди, например, подходят к турецким актерам, к супер знаменитым, и как просто они себя ведут со своими зрителями. Нос чешется у меня почему-то. Говорят, когда чешется нос, значит, кто-то по тебе скучает. Интересно, кто? Кто же может по мне скучать? Я сегодня встала. Сделала такую прическу. На видео абсолютно незаметно. У меня такие кудри. Все растрепалось, ничего не видно. Еще мама раскритиковала мой макияж. Мама говорит, такое ощущение, что тебе два фингала поставили. Я пытаюсь сделать эксперименты, там разные макияжи. Вообще, макияжи – это моя большая любовь. Я всегда мечтала уметь красиво краситься. И всегда мечтала быть бьюти-блогером. Не получилось, не сложилось. Я мечтала, чтобы мне бесплатно отправляли косметику на обзор. Вообще, цель того, что я начала снимать видео на YouTube, мне кажется, главная цель была в том, чтобы мне бесплатно отправляли косметику на обзор. А сейчас я понимаю, что это совершенно нелогично, потому что я могу сделать рекламу какой-то компании, и на эти деньги купить просто кучу себе косметики, которую я хочу. сейчас просто в YouTube очень много направлений, того, чего можно было посмотреть. А я сидела в 2006 году целый день в YouTube, и только были бьюти-блогеры. кстати, насчет еще простоты наших блогеров. Вот если вы думаете, что наши блогеры, они не зарабатывают, например, так же, как российские блогеры, YouTube платит ровно столько же за просмотры из Азербайджана и просмотры из России. Хотя в показателях, например, кажется, что он прям в Азербайджане меньше. Просто в Азербайджане больше реклама уходит. Ну, вот эта простота меня очень подкупает. Легко просто с кем-то подружиться. В общем, классно. Совсем забыла. рецепт на голубцы я вам обязательно оставлю. Переходите, готовьте, в принципе, голубцы, наверное, все знают, как готовить. Но именно по нашему рецепту, если хотите посмотреть, ссылочку вам оставлю. Я порой так говорю и забываю. Например, я сняла видео, смонтировала и оставила у себя на компьютере. Потом, когда я выкладываю это видео, совсем забываю, что я там говорила. Какие ссылки нужно оставить, что, как, почем. Сок тоже у нас закончился. У нас все сегодня закончилось. Было очень-очень вкусно. Авокадо у нас с кожурой, поэтому, не знаю, нечем его кушать. Видео какое-то короткое получилось. Я слишком быстро, наверное, ела. Всех люблю. С вами была Айка. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Ссылка будет внизу в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok